За два последних года количество бакалавров в Одессе сократилось на 48%, а это потеря более 3,5 тысяч абитуриентов, и общее количество студентов в вузах нашего города сократилось на 25%. По абитуриентам Одесская область занимает только пятое место в Украине, а по результатам ЗНО мы и вовсе на последнем месте. Эти и многие другие проблемы одесского образования обсудили ректоры 20 вузов Одессы. Одна из причин такой статистики – низкий уровень финансирования на одного ученика среднеобразовательной школы и острая нехватка персонала. Преподаватели математики, информатики и учителей начальных классов. Есть проблемы и в демографическом кризисе. Если в наши вузы поступить сложно, абитуриенты уезжают в другие регионы, а за границу за 5 лет уехало более миллиона украинских студентов. Эти низкие показатели внешнего независимого тестирования, они прослеживаются на протяжении уже, считаем, 5 лет. Почему они такие низкие? Почему они низкие даже по сравнению со средними по Украине? И совместно какие-то принять меры, разработать эти меры и уже немедленно принять для того, чтобы исправить эту ситуацию. Проблема есть. И проблем у нас, скажем, несколько в плане профориентационной работы и осознанного выбора детьми того вуза, в который они поступают. То, о чем уже сказал Сергей Николаевич, к сожалению, тенденция такова. С каждым годом все большее количество детей, минуя результаты ЗНО, поступают в зарубежные вузы, выбирая Польшу, выбирая... К сожалению, мы не можем оценить качество образования в этих вузах, но дети могут туда поступить без сертификата ЗНО, а значит, скажем так, не пройдя успешную сессию, они могут уехать. Тем не менее, в Одессе появляются новые среднеобразовательные школы. Открылась на Говорова, на подходе церковно-приходская школа на Академической и еще одна школа в Суворовском районе. А вот чтобы привлекать молодых специалистов, преподавателей из других городов, нужны гранты и кредиты с госбюджета на жилье. Нельзя забывать и о профориентации, ведь подготовку вуза лучше проходят студенты профучилищ. Ранняя профессиональная ориентация очень положительная, как мне представляет, сказывается на подготовке специалистов. Вот у нас есть колледж уже 15 лет, и вы знаете, они приходят, они на голову выше от тех выпускников школ, которые приходят просто так, как мы обсуждали очень длительно, и обсуждали, говорили, что в этом году, я вам из уст министра, вам хочу сказать, что в этом году колледж останется. Я думаю, что Совет Ректоров, и будем просить мэра, и область, нам нужно подготовить еще одно письмо, чтобы и на следующий год не закрыли. Также на встрече предлагали возможные варианты улучшения ситуации проведения рынка выпускников для лучшего целевого распределения. Обсуждалась и тема проблем общежитий для иногородних и иностранных студентов, а также земельные споры вокруг негосударственных учебных заведений. Что касается общежитий и квартиры специалистам, и земельных участков, я что хочу сказать, что мы будем и идем на встречу вузам. Есть территории, большие территории. Если есть возможности на территориях провести строительство общежитий, будем согласовывать, это у нас приоритет, согласовывать и прохождение всех документов, всех процедур оформления документов. Я гарантирую вам прохождение данных документов. Одним из наиболее массовых вузов Украины по количеству иностранных студентов является Международный гуманитарный университет. Для студентов из других стран созданы максимальные условия языковая адаптация. МГУ ежегодно выплачивает в госбюджет более 3 миллионов гривен. А это говорит о привлечении инвестиций для страны. Хочу сказать, что сегодня Одесская школа права является лучшей в Украине. И примером тому, что наибольшее количество государственного заказа и наибольшее количество студентов, которые выбрали специальное исправление, это Национальный университет и юридическая академия. Я думаю, вот та работа, которая проводится всем профессорским преподавательским составом, позволяет, ну вот, получить такие плоды. Еще одно очень серьезное направление – это направление привлечения иностранных студентов. Я вот рад, что наибольшее количество иностранных студентов сегодня обучается в Международном гуманитарном университете. Из позитива можно отметить, что за последний год было отремонтировано 55 тысяч учебных блоков. Это и ремонт крыш, и водообеспечение, и канализация, и электропроводка. Также будет усилена борьба с коррупцией в школах, садах и вузах. И полностью отменены все денежные фонды. А для лучшей подготовки к независимому оцениванию пройдет несколько этапов пробных тестов. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал «Репортер».